Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что ваш текст вызывает сочувствие. И в целом вызывает такую симпатию к вам. И, в общем-то, эмпатию с одной стороны. С другой стороны, читая ваш текст, я думаю, что если и есть какая-то такая общая, да, какая-то вот системная проблема у вас, то это общая системная проблема, обесценивание своих решений и стыд, я так думаю, вот стыд, по отношению к тому, что вы делаете, непринятие какое-то, того, что вы делаете. И, эммм, в целом, вот, несмотря на вашу деятельность, как будто бы неуверенность в себе у вас имеет место быть. И, на мой взгляд, именно с этими аспектами, в первую очередь, нужно работать, ну, по крайней мере, я так думаю. Вот. Давайте, я сейчас, наверное, постараюсь ответить вам на ваши вопросы, которые вы написали, чтобы, ну, не быть особенно многословным, вот. И дальше мы посмотрим, эммм, что можно будет добавить. Вы спрашиваете, должна я думать об отношениях? Если у вас складывается, эммм, такая ситуация, вот, как вы описываете, ну, ее, то я думаю, что, эммм, вам желательно, желательно думать больше о себе, конечно. А вот, потому что, ну, молодой человек, к сожалению, именно с вами перестал работать, и, эммм, я вижу в этом, эммм, ну, эммм, что называется, эммм, ваш склад, потому что, ну, поскольку, ну, поскольку, эммм, именно, 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 именно с вами он перестал это делать. Я думаю, что, в той или иной степени, какие-то ваши действия привели к тому, что он, ну, отказался, вот, эммм, своей деятельности, вот, так что, об этом свидетельствует то, что вы, вот, эмммм, эммм, не уверены, эммм, в своих, эммм, личных, границах, как будто бы, эммм, позволяете, эммм, эммм, ему, какие-то, эммм, вещи, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть, когда вы иными словами спрашиваете о том, должны ли вы думать об отношениях, мой вопрос заключается здесь в том, это как, то есть, вот, думать об отношениях. А можно ли сказать, например, что сейчас вы об отношениях не думаете, вот, если можно сказать, что вы не думаете об отношениях, ну хорошо, а что это значит? То есть, вот, мне интересно в этом смысле, что вы вкладываете сами, вот, в понятие думать об отношениях. Что это такое? Ведь отношения это, в первую очередь, для других людей, это то, что для других людей, в первую очередь. Да, ни в коем случае не для нас. Ну вот. Потому что вы сами можете почувствовать только то, как вы проживаете определенные чувства по отношению к партнеру. Вот. Дальше. Дальше. Или все-таки одеты. Ну, понятно, что дети, в данном случае, зависят от вас. Вот. И родной человек у них вы. Что будет потом, когда я не смогу работать? Ну. Здесь, наверное, такая двухсторонняя ситуация. Потому что, с одной стороны, да, действительно, вы можете думать о том, как вам быть в будущем и продумывать варианты, в том числе, можно уже сейчас получить образование, да, какую-то профессию и заниматься квалифицированным трудом. Но, с другой стороны, с другой стороны, а не взяли ли вы на себя слишком большую планку? Да, я понимаю. Я понимаю, что довольно нелегко было бы отказаться, например, от какого-то привычного дохода. Но, вопрос заключается в том, насколько это адекватно для вас. Поэтому, тут нужно, конечно, действительно, вас можно понять, то, что вы переживаете, то, что у вас есть опасения. Это можно понять, с одной стороны. С другой стороны, вот, вопрос дохода, да, вашего отношения к деньгам и вопрос того, что вы считаете себя должной снова и снова, при том, что вам тяжело. Ну, вот, это довольно-таки серьезно и бросается в глаза. Дальше. Вдруг он меня бросит, внутри накопится травма, и он не сможет рядом со мной остаться, как мужчина. Это больше от вашей неуверенности в себе и от выбора партнера, при котором вы как будто бы руководствуетесь не тем, что вы чувствуете к человеку, а тем, как вы чувствуете себя с человеком. Есть большая разница между этими двумя состояниями, и у меня есть также некоторые сомнения по поводу того, что между вами есть общего. Впечатление складывается по вашему описанию, что мужчине просто удобно. Он увидел, что можно не работать, да. Он увидел, что вы охотно берете на себя какие-то обязанности. Вот. Но дело не в этом, а в том, как вы сами к этому относитесь. То есть, как вы себя чувствуете, обеспечивая мужчину. Например. Дальше. У него есть своя квартира, мы там живем, идти мне некуда. А где вы жили до знакомства? С ним. Вы же где-то жили, правильно? Я думаю, что опять же, вот вопрос, где вы говорите, что много всего. Вот вы говорите, оплачиваете жилье в садике, а какое жилье вы оплачиваете, если это его квартира не очень. Я понял, но в любом случае можно сократить какие-то расходы, например, в садике. Вот. Ну, например. Это не значит, что вы должны это делать, но просто оптимизировать свои расходы и так далее. Вот. То есть, вот эта вот история, да, про то, что вы описываете в детстве, что было с вами в 17 лет. И немножко раньше. Как-то вот эта история, она про некую импульсивность вашу и про непонимание, чего вы хотите. То есть, девушка в 17 лет оказывает в такой ситуации, которую вы описали, безусловно травмировать будет. Может быть, именно поэтому, в частности, вы боитесь быть брошены, потому что вот есть опыт негативный. Обесценивание. Обесценивание со стороны близких. Потом. Самой себя, да. Вот. Но как будто бы вот вы мечетесь, вы прыгаете, пытаетесь что-то найти. Вот. Но что-то опираетесь, делаете какие-то решения, принимаете, точнее, какие-то решения и обесцениваете себя за них, за эти решения. Ну, в этом смысле, коль вы не уверены в себе и у вас есть, например, страх быть брошенной, ну, вами довольно легко манипулировать, если вы принижаетесь. Легко вами манипулировать, если вы ориентируетесь на, ну, вот, свои чувства с человеком, как я уже сказал, а не на свои чувства к человеку. Потому что это большая разница. Я понимаю то, о чем вы спрашиваете, но думаю сначала вам желательно восстановить контакт с собой. Ну, в общем, вот, с собой собой. И уже потом решать, чего бы вы хотели и как бы вы хотели. На мой взгляд, это было бы самым оптимальным решением для вас. Ну, вот. Потому что мне пока не очень понятно, что вы чувствуете к мужчине своему. Не очень понятно, как вы реагируете на те вещи, которые он вам говорит. Вот. Ну, особенно, вот, в частности, там, где вы вроде бы пишете, что вас это задевает, да. Но в то же время стоит, стоит человеку сделать вид, что, ну, что все в порядке, например. Стоит сделать человеку вид, что, ну, что вообще ничего не произошло, да. То вы как будто бы, вот, делаете сами же шаг назад. Да. Это говорит о том, что, вот, себе вы не доверяете, к сожалению. И поэтому, вот, вы спрашиваете у нас, как вам, ну, действовать, да, и так далее. Я думаю, что ваша мама не была контактной с вами. Вот. И я думаю, что вы чувствовали в детстве, может быть, определенную депримацию, вот, от, ну, окружения, может быть, от близких твоих, может быть. И отсюда вы, значит, вот, как-то, знаете, ну, ситуационно, да, если можно так выразиться. А вот, ситуационно, ситуативно, опять же, если можно так выразиться, склонны к вот этим вот действиям. Такой грубо, грубо говоря. Действиям, которых вы сами, может быть, не в полной мере оценеете. Вот. И, задача психолога, психологам заключается в том, чтобы контакту у вас с собой восстановился. И, вот, чтобы вы могли, ну, больше опираться на себя, нежели чем… Сейчас. Вы делаете это. Вот. Ну, и повторюсь, вот, если, ну, точнее, вся эта ситуация с вашей мамой, на мой взгляд, вас не могла не травмировать. Вот. Я, то есть, ну, более чем, более чем уверен в том, что вы травмированы. Вот. И я думаю, я думаю, что причины для этого есть, но дело не причина. Вот. Ну, повторюсь. Дело исключительно, исключительно в том, как вы относитесь к себе. Вот. Вот. Вот это очень, очень важный момент. Понимаете, да? Если вы, если вы, если вы хотите, значит, в себе разобраться, вот, а не просто, вот, какой-то совет получить. Вот. Что, вот вам нужно, а, помощь, как раз-таки, а, значит, специалистов, ну, то есть, на психотерапию. Вам нужно, знаете. В заключение хочу сказать, что вот у вас, может быть, присутствуют еще довольно большие требования к себе. Вот. 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 Знаете, такие, ну, получается, получается, такие, не совсем, не совсем адекватные требования. Вот. Вот. Которые, вы, э, вы, э, выдвинула, там в том числе, э, ваша мама, да, вот, вам выдвигала. Вот, и невозможность, какая-то невозможность для вас эти требования реализовать, да, вот, тоже может приводить к негативным последствиям. Если оправданы, вы себя не любите, обесцениваете и стыдите за, вот, значит, те вещи, которые вы могли делать, то вы человек, который нуждается в любви, вот, вы хотите любви, и я думаю, вот, к моему большому сожалению, да, что ваши действия на сегодняшний день, они продиктованы конфликтом, конфликтом между, с одной стороны, тем, что вам кажется правильным, и с другой стороны, тем, что вам хочется, вот, ну, соответственно, плюс еще, вот, я думаю, есть определенные, ну, внутренние конфликты, у вас тоже. Как-то так, всего вам самого доброго, обращайтесь, удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.